Стадион центральный и до капитального ремонта собирал на Мачичайке полные трибуны, а уж после реконструкции здесь наверняка будет не протолкнуться. 140 миллионов рублей, выделенных из бюджета, потратили на замену газона и монтаж подогрева поля, а еще заменили беговые дорожки, обновили раздевалки, оборудовали систему электронного доступа. В общем, сделали сельский стадион крайне достойного уровня, и губернатор внес свою лепту в облагораживание территории. Вместе с президентом Чайки высадил несколько деревьев. Мы посадили, а тебе поливать. Да, спасибо большое. Вообще, в Песченокопском создается целый спортивный кластер. Рядом со стадионом в декабре будет достроен четырехзвездочный отель, где смогут жить как спортсмены, так и гости поселка. Приблизительно мы понимаем, что здесь вместимость 80 человек, это чтобы разместить спокойно, свободно, но если мы уже обсуждали с Министерством спорта, с самого Рубеновичем, если мы будем здесь проводить какие-то спортивные мероприятия, и будут приезжать дети, спортсмены, то порядка 100 человек можно разместить. Василий Голубев инициативу поддержал и поручил подготовить предложение по проведению здесь, в Песченокопском, областной детской спартакиады. Местная средняя школа номер один – еще один объект, который был капитально отремонтирован. Полностью обновились спортивные и актовые залы, появилась не просто библиотека, а библиотечный центр, столовая на 800 человек, гордость учебного заведения. А самое интересное, после капремонта здесь появился центр дополнительного образования «Точка роста», где можно заниматься, например, веб-дизайном или телевидением. А это уже обновленный парк культуры и отдыха. Губернатор оценил его благоустройство положительно, но поручил продолжать озеленение и создание зон отдыха для людей разного возраста. Иван Полехин, Первый Ростовский.